МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Луганской, Донецкой, Народных Республиках, кажется, больше и говорить не о чем. А как вы считаете, какую роль в воспитании наших детей играет инженерное образование? Нужно ли оно и нужно ли сейчас об этом говорить? Я считаю, как никогда. Об этом нужно говорить. Мы об этом говорим не первый год и продолжаем, и будем об этом размышлять, и будем создавать условия для развития технологического образования именно на базе общеобразовательной организации. Наша страна нуждается в профессиональных кадрах специалистов, которые могут двигать экономику вперед, промышленность, технологические процессы, новые технологии современные. Для этого мы должны подготовить то поколение наших детей, которое будет способно воздевать новыми знаниями, новыми умениями и, соответственно, быть потенциалом для развития нашей страны. Скажите, чему учатся дети в вашей школе? В нашей школе технологическое образование – это многоступенчатый процесс, который представляет из себя внедрение новых технологий, содержательную, изменение содержательной стороны в рамках приоритета технологического образования. Для этого мы разбиваем всю систему образования на несколько этапов, на несколько уровней. Первый уровень – это дошкольное образование. Здесь дети в нашей подготовительной группе учатся размышлять, логически мыслить, и огромное внимание мы уделяем конструированию, моделированию, созданию сложных структур, сложных систем на базе лего-технологий для того, чтобы дети смогли развиваться именно в данном направлении. Следующая ступенька – это начальное образование. Начальное образование, где с 1 по 4 класс дети не только продолжают обучение, современным методикам, конструирование, моделирование, проектирование, но еще и осваивают начальную робототехнику. Для этого у нас создана соответствующая образовательная среда. Здесь дети учатся, пробуют себя в этом направлении, учатся все, потому что на данном этапе это игра, это интерес живой. И к 5-6 классу внедряются элементы самоопределения, где дети уже благодаря первой пробе начинают осмысленно относиться к данному направлению. И вот в 5-6 классе это как раз, где мы детям все еще продолжаем давать различные направления в сфере проб всевозможных, но опять же в большей степени мы предлагаем им именно инженерное направление или технологические такие элементы образования. Здесь они осваивают программирование начальной этапа, осваивают всевозможные новые способы конструирования. Ну и внимание большое мы уделяем начальному, вернее, это средний уровень робототехники, где уже они выходят на уровень творчества. Где они не просто собирают модели по лекалам, по эскизам, а учатся собирать свои модели, то есть обладать именно вот этой компетенцией, как конструирование, они как раз могут применить в действии. Следующий этап – это технологическое образование, это 7-9 класс. Вот здесь уже мы уходим от, скажем так, повсеместного привлечения к определенному виду деятельности. Здесь уже на первое место выходит индивидуальная работа, где дети, благодаря тому, что уже достаточно осознанно или достаточно уже могут понимать, что им интересно, к чему они склонны, мы можем им предложить различные сферы деятельности и, в частности, более углубленные направления в рамках инженерного образования. Для этого мы создаем инженерный класс с 7 по 9, где они углубленно изучают математику, физику, информатику, технологию, а также осваивают в рамках спецкурсов различные направления, такие как 3D-моделирование, робототехника. Опять же, здесь они осваивают такие предметы, как в рамках кванториума, о которых я расскажу немножко позже. И следующий, заключительный этап нашей работы, собственно, ради чего мы всю эту программу разработали, кстати, эта программа называется «Школа инженерного мышления» с 1 класса до 11, когда в 10-11 классе мы уже стараемся формировать ту модель выпускника, которая в современных условиях приемлема, является конкурентоспособной, более выигрышной в плане выбора профессии. А мы ориентируемся, прежде всего, ориентируем детей на инженерные профессии. Это не значит, что все наши дети будут инженерами ни в коем случае. Но примерно 50% детей, это исследование педагогов, говорит о том, что да, дети способны быть не просто инженерами, но инженерами-профессионалами. А наша задача как раз на этапе 10-11 класса сформировать это полное самоосознание того, что дети не просто должны к этому стремиться, а хотят к этому идти и способны это делать. То есть обучаться инженерным специальностям. И для нас в рамках 10-11 класса это предпрофессиональная подготовка, где опять же в рамках инженерного класса мы создаем им возможности не только посмотреть, какие профессии существуют в технологической направленности, но еще и попробовать себя. У нас есть замечательный курс, который называется промышленная робототехника. Здесь в рамках этого курса они могут спроектировать, спрогнозировать, смоделировать, еще и отработать процесс производства того или иного продукта. Таким образом они уже осуществляют настоящие профессиональные пробы. И я с абсолютной убежденностью это вам говорю. И для этого, конечно же, необходима образовательная среда. Вот к образовательной среде особые требования и особые потребности. Потому что ребенок должен это изучать и к этому прийти через практическую работу. Практика, ориентированное обучение – это то главное направление, через которое, собственно, мы и добиваемся значительных результатов. Таким образом у нас создана такая среда благодаря, кстати говоря, проекту, национальному проекту образования. В прошлом году этот национальный проект образования включил в себя направление, как открытие новых дополнительных мест в дополнительном образовании. Мы поучаствовали в этом конкурсе и удачно справились с задачами. Нам было выделено 2,5 миллиона. На средства данные мы закупили замечательное оборудование, которое как раз и позволяет нам осуществлять эту подготовку на уровне начальной школы, на уровне среднего образования и на уровне старшего образования. А что за оборудование? Это современные конструкторы робототехнические. Причем на среднем уровне это робототехнические конструкторы, которые как раз позволяют моделировать и как раз позволяют творчески относиться к производству всевозможных моделей. А на уровне старшей школы это лазерные станки, это 3D-принтеры с соответствующим расходным материалом, Это роботы, так называемые промышленные робототехники, которые как раз позволяют осуществить технологический процесс. От начала моделирования процесса, разработки его составляющих частей до изготовления какого-то продукта. И еще раз хочу сказать, это все осуществлено в рамках открытия дополнительных мест в дополнительном образовании. Мы были вынуждены, причем этому очень рады, создать целый центр в нашей школе, который носит название «Центр технологического образования Эврика». Здесь, в рамках этого пространства, которое мы создали, дети как раз могут углубленно заниматься этими направлениями, изучать эти спецкурсы и, соответственно, с большей, скажем так, пользой для образовательного процесса. Мы понимаем прекрасно, что нашей образовательной среды все-таки не хватает, потому что всегда хочется чего-то большего, чего-то более разнообразного. Особенно очень важно привлечение людей, которые приходят из НЕ в нашу школу и обладают, скажем так, специальным образованием, которое позволяет дать детям гораздо больше, чем просто педагог. Поэтому в этом году, в прошлом году мы заключили договор о сетевом взаимодействии с Центром дополнительного образования детей и юношества города Новосибирска. И в рамках этого договора четыре сессии проводит с нами, приезжает к нам мобильный кванториум. И дети здесь получают свои знания, новые, новые знания, абсолютно новые ощущения, новый практический опыт в рамках некоторых направлений. IT-куб, хай-тек, новый урок технологии. Это совершенно новое пространство, потому что привозят свое оборудование, очень современное, и специалисты, которые работают с детьми, молодые люди, которые очень удачно вписываются, еще раз повторюсь, в эту систему технологического образования в нашей школе. Есть уже дети, которые, скажем так, прошли от начальной школы уже до старшего звена, да, то есть, чтобы они вот именно в этом направлении шагали. И если такие дети есть, то какие результаты вы замечаете? Очень хороший вопрос. В прошлом году мы выпустили первый инженерный класс, который прошел всю эту цепочку, правда, без того дополнительного современного оборудования, который мы получили в прошлом году, но вместе с тем 79% детей из этого класса выбрали направление профессиональной подготовки инженерно-технологическое, так или иначе связано именно с технологическими процессами. Мы очень этому рады, потому что дети выбрали себя очень успешно, мы отслеживаем их путь, и мало того, некоторые дети, детей мы привлекаем к работе, в настоящий момент по субботам у нас два наших выпускника, инженера прошлого года, работают с нашими старшеклассниками, и этот опыт очень удачный, положительный, мы дальше будем развивать такие контакты с нашими выпускниками в обязательном порядке. Кроме того, в этом году мы получили великолепный результат. У нас 11 класс, в настоящий момент 10 класс, это тоже инженерные классы, и на Всероссийской Олимпиаде школьников, региональный этап, у нас два победителя и два призера. Это, конечно, выдающийся результат. У нас две девочки по технологии. Девочка одна получила, Маргарита Русакова, призер регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников, и у нас Кунгурцев Егор, победитель регионального этапа по технологии, который проходил совершенно недавно вот в городе Новосибирске. Вот сейчас у нас идет занятие по техническому моделированию в первом классе. Вот сегодня у нас тема «Объемные геометрические тела». Мы используем в работе конструктор ТИКО, это наша российская придумка, фирма «Рантис Санкт-Петербург». Его используют как для дошкольников с трех лет, так и для начальной школы, до четвертого класса. Вот сегодня ребята самостоятельно собрали две геометрические фигуры – призму и пирамиду. То есть мы закрепляем геометрические фигуры и учимся собирать тела объемные. То есть из плоскости мы уже в первом классе переходим в объем. И вот что получается. На прошлом занятии сделали город. Город был замечательный, удивительный. То есть творчество развиваем. И очень любят дети ТИКО, с удовольствием занимаются конструктором. Это машины просто для красоты, для вида или они что-то могут делать? Ну, они умеют ездить. Они ездят сами или вы как-то ими управляете? Нет, мы задаем программу по компьютеру, и они едут с помощью вот этой штучки, которая называется смарт-хак. А как называются вот эти уроки, на которых вы сейчас находитесь? Робототехника. Робототехника. Насколько робототехника тебе интересна по сравнению с другими предметами? Больше всех. А почему здесь интересно? Ну, потому что мы узнаем что-то новое, строим, развиваем, развиваемся. Мы можем твою машину как-то запустить сейчас вот на том столе? Покажешь нам? Да. Сейчас назад. Подожди. Черт, ты где-то ставишь. Сколько было похожих проектов и как именно твой проект оценили? Похожих проектов было четыре, а мой проект занял первое место. Как ты думаешь, почему? Потому что конструкция лучше, чем у остальных, проработание. Другие просто взяли конструкцию из доступных износчиков, а я ее немножко доработал для улучшения. И тем самым мой шагоход прошел дальше всех. Где твой шагоход можно использовать в жизни, в быту, в какой сфере? Его можно использовать как просто занимательную игрушку, очень интересную. И на уроках физики в школе для показания, когда проходит механику, преобразование движения. Николай, а какие у тебя планы на жизнь? Чем ты хочешь в будущем заниматься? В будущем я пока не думал, ну пока до 11 класса, потом куда-то поступать в техническом направлении, может, на программиста. Сколько лет ты учился в инженерном классе, вот именно в этом направлении? Ну, под буквой «И» мы учились, наверное, класса с 8 или с 7, точно не помню. Но у нас в начальной школе было вполне такое похожее направление, то есть с ранних классов робототехника, всевозможные научные конференции и работа в этих сферах. Поэтому по сути своей, с первого класса, ну а по букве, то классов с самого 7, точно не помню. Это как-то повлияло на тебя, на твой образ мышления, на твой образ жизни, вообще на твои цели в жизни? Ну, на жизнь это сильно повлияло еще с самого начала, потому что я начал участвовать в всех профильных сменах, конкурсах, олимпиадах. Это уже стало не в длинной части жизни. Мы ездили в региональный центр «Альтаир» как к себе домой, и сейчас туда приезжаем. Мы там знаем всех и знаем, что где. Поэтому, конечно, это повлияло на жизнь, это стало частью жизни и сильно ее изменило. Если бы этого не было, ну и не знаю, что было бы тогда. Что планируешь дальше? Ну, сейчас я планирую сдать ЕГЭ, как минимум, и поступить в хороший технический вуз, где-нибудь за Новосибирской областью. Потому что на Сибирской области наши вузы, ну, всеми известны, они не так сильно престижны, как другие. Но по результатам олимпиады, по технологии региональной, хочется выйти на российский этап, попробовать уже поступить без ЕГЭ по результатам этой олимпиады. Каким ты хочешь быть, исходя из твоего интереса, увлечения? Ну, стоит отметить, что в любом случае моя специальность будет в инженерном управлении, а в техническом. То есть это явно не пументарный, это уже точно, потому что экзамены не поменяешь. Но все-таки хочется рассмотреть пару специальностей, которые будут востребованы и в следующие годы в России. Это специально связано с нефтью, строительством и, в принципе, с новыми технологиями. Но пока тоже сказать ничего не могу, потому что приди ЕГЭ. Как ты считаешь, чем ты отличаешься от ребят других школ, которые не были в инженерном классе? Ну, учиться было достаточно интересно за весь период обучения. Мы много раз ездили на всяческие смены, соревнования, конкурсы. И я отличаюсь тем, что у других просто не было такой возможности поучаствовать, попробовать себя во всем этом. В каких предметах ты сегодня наиболее сильным себя ощущаешь? В физике, думаю, и в математике. И, соответственно, исходя из этого, что собираешься выбирать дальше? Думаю, что какую-то инженерную специальность. Ну, поступать по этим предметам. И пока еще точно не определился, но направленность инженерная. Вы что-то изобретали, участвуя в конкурсах различных? Сам лично что-то изобретал уже? Мы создавали машину, которая движется на химической реакции. Сейчас, если бы тебе отмотать пленочку на началку, ты бы пошел по обычному пути школьника или все-таки выбрал бы инженерное направление? Нет, все-таки бы пошел по инженерному направлению, потому что очень много тех событий и соревнований, конкурсов, в которые мы участвовали, это очень полезно было для меня. А могут ли ученики из других школ приходить сюда к вам и заниматься вот в этом же направлении? На самом деле у нас в рамках кванториума, мобильного кванториума, занимается группа из восьмой школы детей. Мы предложили разным организациям общеобразовательным в нашем городе, и восьмая школа откликнулась, и ходят к нам пятиклассники, занимаются. Но в перспективе у нас будет великолепная возможность обучать не только детей нашей школы, но и заинтересованных в технологическом образовании детей школ города. На базе нашей школы в 2024 году запланировано открытие стационарного технопарка «Школьный кванториум» в рамках национального проекта образования «Современная школа». Этот проект для нас, конечно же, огромная перспектива на будущее. Мы будем иметь возможность не просто изменить в корне образовательное пространство нашей школы, но и дать возможность здесь обучаться детям из других школ. Мы приглашаем с удовольствием, но пока мы еще только готовимся к этому проекту, к реализации. Мы только смотрим направления, которые мы будем реализовывать в рамках стационарного технопарка «Кванториум», «Школьный кванториум». Но в частности я могу анонсировать, это будет естественно научное направление, будет оснащение современным оборудованием и изменение школьного пространства кабинета биологии, химии, физики, кабинета технологии. И следующее направление – это инженерно-технологическое. Здесь, конечно же, современное оборудование в рамках всевозможных проектов инженерной направленности. Спасибо вам большое, Светлана Викторовна, за эту беседу, за эту экскурсию. Уважаемые телезрители, мы сегодня говорили о развитии инженерного образования в Искитиме, в частности на базе 9-й школы. Говорили мы с директором школы, Светланой Викторовной Коломниковой. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин